В 1985 году в один из советских военкоматов пришел седовласый дедушка, недовольный тем, что Молон, ветеран боевых действий, не получил ордена Отечественной войны. Началась проверка, к делу подключился КГБ, и расследование установило, что стариком оказался Григорий Никитич Васюра, за которым внезапно всплыл огромный список преступлений перед человечеством. Старший лейтенант Васюра сдался немцам в первые дни войны. Его зачислили в 118-й батальон Шуцмандшафта, где он быстро стал начальником штаба. В Белоруссии за полтора года под руководством Васюра были проведены десятки карательных операций и уничтожены 627 деревень, в том числе печально известная Хатынь, 149 жителей которой сожгли заживо. Свои же подчиненные считали Григория зверем. Он лично участвовал в издевательствах, казнях партизан и мирных жителей, убив своими руками не менее 360 человек. После войны, ввиду отсутствия прямых доказательств, Васюра получила всего 25 лет тюрьмы, выйдя через три года по амнистии. Но справедливость, в конце концов, была восстановлена.